всем привет еще раз вот мы и дома сейчас будем готовить гадюку я думаю многим будет интересно узнать как это дело делается в общем смотрите яд у гадюк у большого всех змей находится в голове то есть вам достаточно просто срезать отрезать голову обязательно обязательный момент голову нужно закопать потому что яд хранится довольно долго и будет неприятно если кто-то нарвется на ее когти на ее зубы так ребят смотрите есть у нас змея мясо так сказать ну его надо сначала разделать то есть разделывать головы у нас уже нету разделывать все довольно таки просто снимаем вот так вот смотри так берем за шкуру достаем позвоночник делать вот таким образом раз и снимаем с нее полностью шкуру то есть прекрасно видно как это все дело слази вот на жопе цепляется все есть шкура есть мясо кстати прошло часов пять смотрите дальше вытаскиваем желудок все кишки их выкидываем в принципе можно обрезать вместе с хвостом нам хвост не нужен берем ножницы блин кровь потекла вот так вот видно видно и вот эту часть обрезаем есть вот у нас мясо довольно вкусная кишки все выбрасываем они нам не нужны мясо обязательно промываем мясо промываем вот и все теперь мясо можно готовить то есть для того чтобы приготовить его желательно замариновать замариновать в чем можно можно в соевом соусе можно в луке то есть в принципе дальше мясо готовится так же самое как свинина говядина но есть один нюанс ребят у змей очень много ребер много костей эти косточки когда вы просто тушите мясо с ними ничего не происходит то есть вам придется их выбирать лучше всего змеи готовить либо на углях подсушить просушить протомить тогда косточки зажарятся либо в кляре на сковородке дома сегодня я буду готовить на сковородке ну сейчас замариную то есть порежу чуть-чуть лучка порежу мясо кусочками и залью соевым соусом на пару часов шкура смотрите шкуру можно в принципе дальше использовать кому нравится кто хочет с ними получается довольно неплохой браслет но ее нужно разрезать обязательно замочить в солевом растворе и просушить растянув на гвоздики на доске на чем-нибудь сейчас попробую разрезать показать вам сразу по месту режется это в принципе обычными ножницами что с этого получится сейчас увидите так вот так вот вот пожалуйста смотрите принципе принципе получается вот такой ширины дальше с ним можно делать все что угодно то есть либо браслет для часов либо просто браслет но обязательно нужно замочить в соли потом промыть и просушить ладно ребята сейчас порежу лук достану соус порежу мясо и вам все это дело покажу ребят лук решил не резать а перебил блендером в кашу сейчас настаём соус смотрите у меня в холодильнике была еще одна то есть у нас их две дальше готовим смысл в чем будет видно не видно вам берем ножницы нарезаем кусочки мелкими кусочками не стоит то есть ну сантиметров по пять самый оптимальный вариант нарезаем вот такие кусочки это было с хвостом хвост выкидываем так что мы имеем имеем вот такое такие кусочки мясо кидаем в тарелочку добавляем лук в принципе дальше делаем тот же самый шашлык все это дело с луком хорошенько перемешиваем одной рукой неудобно делать в глаза лезет так перемешали теперь открываем соевый соус так ребят не знаю получится вырезать не получится но смотрите дальше просто заливаем все это дело соевым соусом и теперь так оно стоит два-три часа как постоит пропитается делаем кляр ну в принципе я наверно покажу я все это дело покажу посмотрите на примере ну да ребят еще один важный момент забыл я поперчить хорошо хоть вспомнил обязательно нужно поперчить солить в принципе не надо у нас соевый соус и так соленый а поперчить все это дело обязательно так ребята прошло два часа кляр не готовил просто обвалял все это дело в муке раскалил сковородочку начинаем жарить обязательно надо на горячую раскаленную сковородку в масле чтоб все косточки прожарились тогда им можно есть вместе с косточками не надо их выбирать так вот так вот у нас получается можно присалить немножко вот так вот все это дело чуть-чуть присаливаем и можно перчика и немножко поперчить побольше огонька обязательно чтоб змея жарилась а не тушилась и периодически все это дело переворачиваем вот получается такая румяная корочка так похоже на картошку фри так макло брызгает сразу перевернуть тяжело но все возможно пошел уже запах вот такая у нас змея все ребята в принципе все понятно все ясно ребята вот такое блюдо у нас получилось такие хрустяшки чипсы под пиво кстати под пиво очень даже ничего ну что могу сказать блюдо конечно на любителя не каждый сможет такое кушать я допустим очень люблю в общем ребят всем удачи подписываемся на мой канал ставим лайки если понравилось если не понравилось дизлайки комментируем отвечу на все ваши вопросы все счастливо до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч